Так, парни, пропустили мы из виду еще один полировальничек. Как говорится, как всегда, порылись в чемодане у техника и говорим, а что это такое? А это, говорит, вообще микрофибра, при этом она состоит не из одного ворса, как у конкурентов, а из нескольких. То есть белый отвечает за рез, да, а черный отвечает за полировку. И мы попробовали тут несколько точек полирнуть и были поражены. А нафига до этого мы полировали раз, два, три, четыре, пять, там не знаю чего. Если просто берешь такой полировальник, берешь ротационную машинку, планетарную, да, планетарную машинку, 15 миллиметров, и просто решаешь одним шагом реально все задачи. Получается просто хороший блеск, без голограмм. Я считаю, что для сервиса это намного круче. Я говорю не про детейлинг, а про сервис для того, как придать быстро блеск. Одним шагом, без смены всяких полировальников, получается чисто, красиво и удачно. Конечно, мы используем здесь достаточно дорогие машины Flex, да, я думаю, что можно подобрать что-нибудь попроще, да, и как бы получить за недорого очень хороший инструмент. Давайте посмотрим, что получается. Значит, мы первоначально сейчас полирнем, шлифанем P3000 достаточно широкую поверхность, вот, и, соответственно, после этого обработаем кругу. Кто не знает, как работает COVAX 3000, приблизительно вот так. Зеро, черная, микрофибра, машинка у нас 15 миллиметров, ход стола. Мы загружаем круг, но при нас техник загружал просто по поверхности, поэтому из этого я всегда делаю вывод. Вот эти все тонкости, что загружать, и круг, или поверхность. Ну, ребят, вам выбирать, честно слово, но я думаю, большой разницы на полировку это не повлияет. Может быть, конечно, если мы загружаем круг, это меньше чище, не разбрызгивая, да, но пасты и так не брызгается. Еще большой плюс встань, вот, чтобы ты видел. В предыдущем варианте я сказал ребятам, что мне неудобно работать, я не вижу, что я делаю. Здесь же вот прям видно, как уходит матовость, да, вот этим способом намного эффективнее, удобнее работать. Посмотри, после прохода просто вот встает, вот сразу полировано, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы как бы доволен. И смотри, мы получили одним шагом такую поверхность, как мы получали двумя шагами. Слышим. Ты согласен? Ну, как он сказал, они это не дают, потому что расходников не используют много, да? То есть, а, ну, слишком короткая цепочка продажей. Да, слишком короткая цепочка, и мало пасты используют, и дисков. Слушай, ну, будет им минус, ну, ты посмотри. А ну, возьми, посути алкограмму. Сейчас, сейчас, мы не голограмма, мы сейчас алкоголем пройдемся, да? О, ну, а ну, где, 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 где? Скажи, это что у тебя такое? Так, это у нас клинер, то есть очиститель поверхности на базе спиртов. Оф, ага, не дополировано, видишь? Скажи. Не дополировано, вот так сюда зайди, вот оно видно, видишь? О, осталось пятно? Да, 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 с верху. У меня там далековато, и вот здесь вот кусочек маленький, вот. Ну, давай. То есть, мы сразу видим, что мы делаем, и здесь вот. Ну, края, как всегда, края ты внимания не уделяешь. Она, получается, подсыхает, и я уже просто вот реально вижу, как она работает. И это намного удобнее, чем вот, когда ты пасту нанес, и ты елозишь по одному месту, и только не видишь. А здесь прям видно. Я думаю, что, в принципе, здесь уже все. Визуально вроде все. Да, давай проверяем алкоголем. Здесь может еще там внизу. Вроде нормально вроде. Да? Тебе нравится? Что я? Пойду в полировщике или так себе в Италии? Ламборджини. Ты видел, как ей полирует? Ламборджини? Да. Как? А, дотошно. То есть, подойду, да? Думаю. Так как я вот дотошно, видишь, царапинка, она уже не подлежит. Супер, на самом деле, получилось очень красиво. Слушай, блях, это вообще убирает кучу проблем. Один пац. Все. А вы что сказали? Ее вопадал? Что? Нет. А говорит, почему? Мы это даем на такие небольшие. Говорят, машину все делать, ну, типа, быстрее, типа, когда нужно ставить. Ну, вот, потому что, если, то есть, в чем проблема, что, когда ты делаешь всю машину, у нее вот таких царапин много. И ты вот таким... Так как будто два раза работу делаешь. Нет, ты не понимаешь. Вот если вот такая царапина, то вот таким микрофиброй ты ее не уберешь вот этой машинкой. Да, у нас там. А получается так, что ты ей прошел, а тебе в итоге вот это надо либо сошлифовывать, либо проходиться, то есть, назад. Поэтому для всей машины все-таки начинаем со станка, который нам вот эти царапины выполирует. То, что, вот смотри, вот она есть. Да, если мы сейчас возьмем обычную машинку, да, и возьмем сюда жених... Сейчас, пострадим идти. Да, вот. А ну, покажи пальцы. На, видно. Нашли. И, например, если сейчас вот она никак не справлялась, да, то сейчас мы ее хотя бы как-то развяжем. В принципе, можно даже приподнять чуть оборот ее, чтобы... То есть, важно лак прогреть, чтобы он растянулся. Ох. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Снижение оборотов нужно, чтобы ты сейчас ту риску, которую нарезал кругом, чтобы ты ее немножечко уменьшил Вот, а теперь поверху Думаю, что на поверхности хватит Ай, маленький шокик остался вот смотри я самую глубокую часть срезал вот вот еще осталась капочка и то что я говорил видишь ты когда ротационкой работаешь мне показалось что я снял она просто пастой забилась и не видно но суть вот самое глубокое место вот она видишь снялась да в блике надо поймать блик сюда на меня гони 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 а 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 вообще а вообще ничего слушай а это даже не 400 риска ты понимаешь да да тут это был прогресс нет ничего не видно запаял запаял ну по крайней мере просто работу будешь иметь всегда не просто кто-то говорил что я не умею полировать там из этих из наших блогеров да не снимал не делала за высины слушай ни разу не прополировался да а ты фетром не вот вот этим кругом на этой машинке ты никогда ну ты можешь конечно прополироваться если там уже совсем беда с лакокрасочным прокрытием но вот так как на ротационной ты никогда не потрясут смотри я вот знаю вот виталий да вот когда приходит в салон до машину да ну нужно полирнуть они как смотрят на состояние лака да там если он уже был полирован там толщина умея если машина заводская не толщину мерить но опять таки ты обычно вот протираются где углы за где так он сдулся когда ты давал да потому что на площади ну совсем нужно быть идиотом чтобы прорезаться на площади ты вот если такая царапина ты сначала ее оцениваешь насколько она глубокая она здесь есть куда куда резать не до базы ну ты смотри ты и полирнул я тебе скажу ты даже то ну не у него не стала на прям зеркало ну да она убралась ну а потому что мы жестким не шлифовали мягким да ну и что мы все время потом вот шагрень осталось отсюда вот ее вид чтобы убрать шагрень нужно брать жесткую насадку круговок столик срезали луфил или ела фильм да и ты срезаешь и можно тогда сделать зеркало если кому интересно кстати напишите я покажу как это делается и кстати такая жесткая насадка она есть только у ковакса больше такую не встречал ты не видел вековых сплотят за рекламу кстати там на джазу снизу ковакс продукт плейсмент но ссылочку под видео я оставлю смотри я за свою жизнь встречал достаточно много паст есть пасты которые такие риски заделывают но обычно это видно на моменте еще поля заделала посмотри нет тут не сзади тут видно видно потому что риска начинает набухать вот когда ты ее если она заполняет второй момент есть пасты которые очень близко быстро блеск дают вот но риска не с полироваться а разлизывается как бы да то есть она видна но она располирована ее тоже как бы так визуально красиво выглядит есть пасты которые срезают вот эта паста она срезает видишь и смотри видишь практически нет голограмм потому что после этого самого эксцентрика эксцентрика ты просто повезло что я не взял свой шпатель я бы тебе показал уроки шпаклевания тут тут быстро итальянцы бы офигели бы нету нету такое не бывает в магазинах так слушай а вот например вот посмотри видишь вот осталось немножко от этого селером еще раз ты имеешь ввиду вот селером мы смотрим еще отработали вот ну по-хорошему смотри эта поверхность не готова ее нужно готовить еще раз то есть мы это сделали слушай вот такой одношаговый вариант он хорош для светлых тонов да если ты хочешь сделать черный вот этого муара не должно быть вот чем была та крутая паста о которой говорил да она вот эту муар убирала вот просто брала убирал здесь же я нифига не вижу давай вот этой попробовать не силером а вот этой вторым номером значит я хочу снимать не я хочу еще разобраться между полишем то есть паста которая придает блеск то есть она заполняет царапины так понимаю да нет не полирует микрообразивные микрообразивные полироны если она защищает на слой чего-то наносит да вот и попробую еще вот силер мне непонятен то есть мне хвалили свое время силер в россии да что вот мол вертовский силер хорошо блеск придает от мне интересно их сравнить по качеству блеск она идет водоотталкивающий как знаешь незащитное покрытие ты за ним 6 и мой его дают щетками и ждала чуть-чуть абразивный то есть он на черных цветах убирает вот то что ты говоришь осталось знаешь там да и здесь важно не на высоких оборотов чтобы не нарезать кругом кругом чтобы не нарезать кругом русску своего просто наносит его не там не надо его нанес и оставил чем чем он больше стоит тем лучше по лишь по лишь то что ты даешь да но он тоже абразивный он тоже его надо там есть чуть-чуть абразива да но его надо вот нот чем он больше стает тем лучше для машины то есть тем большая защита будет уже не как бы на всю машину нанесли мы его получается сейчас немножко как бы прогрели с одной стороны да со второй стороны мы его немножко абразива обработали силер тоже наносится опадом да силер вручную 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 да просто а вот этим да да вот этим или мы сделаем отсюда я так мало нас сюда новый просто взял так это у нас силер рез 57 у них название такие странные силер наносится как вручную так и машинкой да без проблем но чем больше ты его ставишь как всегда на машине тем лучше ну окей все то есть мы его вот нанесли пару минут мы ему дадим пусть он сохнет тебе да так значит смотрите прошло сколько минут 20-30 полчаса даже больше то есть суть в том что поверхность так и не высохла то есть оно вот жидко рисуется стираем внизу напоминаю у нас был polish t77 финишная палитура которая все таки с абразивом очень мелкий абразив да оно идет как больше но вижу я тут кое-что какие рисочки ну ладно наша задача сейчас сравнить силер с палитурой мне интересно по-моему насколько это круто будет выглядеть будет ли ради тут у нас была был силер стирается он я уже вижу сложнее однозначно а ты возьми сухое тут она мокрая просто она влажная поэтому но знаешь все равно я тебе скажу что у мне палитура а тут глубже ну вот если брать черноту то здесь ну убери этот скотч да посмотри слушай есть есть разница все таки вот этот микроабразив он работает вот то есть ребята сказали о том что нет смысла применения и силеры и палитуры потому что в принципе это одно и то же но на самом деле вижу что не одно и то же все равно нужно применять финишную если вы хотите добиться на черных машинах именно вот хорошей глубины все равно нужно пройти сначала микроабразивную пастой а потом уже нанести туда силер если вам хочется какой-то дополнительной защиты это все по полировке переходим шпаклевка все все все